К другим темам. Оборудованный спортивный зал, комфортабельная гостиница, а также площадки для занятий спортом под открытым небом. И все это в одном из живописных уголков Южного Урала. В селе Ташбулатова открылся уникальный детский комплекс «Олимп». Инициаторы масштабного проекта постарались и создали все необходимые условия для того, чтобы юные бойцы из разных уголков республики Башкортостана и Челябинской области могли проводить тренировочные сборы для достижения будущих побед. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости из двух субъектов Российской Федерации. Меценаты, представители Федерации бокса, спортсмены. В каких условиях будут проживать и заниматься будущие чемпионы, оценила наша съемочная группа. У подножия Уральских гор на берегу озера Ташбулатова появилось свое место силы – детский спортивный комплекс «Олимп». Его открытие даст большой импульс развитию бокса в регионе, отмечают представители Федерации бокса. Это укрепляет нашу дружбу между регионами. Вместе будем созидать здесь бокс, вместе будем развивать. Мы здесь уже планируем проводить летние тренировочные мероприятия, сборы. В принципе, на зиму уже на перспективу тоже смотрим. Поздравить с открытием спортивной базы приехали гости из Республики Башкортостан и Челябинской области. За вклад в популяризацию спорта, причастных к появлению комплекса, отметили благодарностью. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел. Хочется поздравить этих мальчишек, которые будут здесь участвовать, в будущем наших религиозных чемпионов. Дети – это те, кто является частичкой наших сердец и отрадой наших глаз. Это кровь, бегущая в жилых общин. Это же, конечно, наше будущее. Такие проекты, как ничто другое, помогают воспитывать нашу молодежь. Дали от алкоголя, наркотиков и того, всего, что негативно влияет на наше будущее. Хочу поздравить вас всех с открытием этого комплекса и пожелать, чтобы как можно плодотворнее и, так сказать, увереннее воспитывалась наша молодежь. А дальше наступил, пожалуй, самый волнительный момент – торжественное открытие нового спортивного комплекса «Олимп». Одними из первых спортивную площадку оценили бойцы. Сразу после официальной части состоялись бои. Они прошли в оборудованном всем необходимым инвентарем зале. В синем углу ринга были представлены спортсмены из Республики Башкортостан. В красном – бойцы из Челябинской области. Никита Ларионов приехал из Озерска из 80 боев. В 71-м он одержал победу. Не исключением стала и эта встреча. Для Никиты, как и для многих спортсменов, бокс – это не просто спорт, а целое искусство. Не зря, я не знаю, бокс сравнивают с шахматами, потому что здесь точно так же. То есть здесь нужно думать. Если ты просто будешь сильный, не факт, что ты победишь. То есть тебя могут обдурачить, и победа будет не за тобой, а за противником. На базе «Олимп» спортсмены смогут не только тренироваться, но и восстанавливать силы. Здесь будущим чемпионам обеспечат проживание в комфортабельном отеле с прекрасными видами из окна и пятиразовое сбалансированное питание. Желающие могут заняться спортом на свежем воздухе. Для этого в комплексе оборудованы открытые площадки, волейбольная и футбольная поля, а также зона воркаута. Все это стало возможным благодаря неравнодушным к спорту людям. Это мечта из детства была. Люблю бокс. Нашлись люди, мы все это организовали, нашли инвесторов и все начали устроить. За два года мы построили это все. Спортсменов в «Олимпе» уже начали принимать, а осенью планируют провести первые соревнования.